Мир вам, братья и сестры! Он остановил машину, говорит, выходим, вышли, пошли в лес, достает пистолет, говорит, или ты отречешься от Бога, или я сейчас тебя пристрелю здесь, никто не узнает, твое решение. Ну, сразу он мысленно начал молиться, говорит, нет, говорит, я от Бога отрекаться не буду, говорит, поворачивайся. Он повернулся, стоит и ждет, глаза закрыты и молится, выстрел, он ждет, не чувствует никакой боли, говорит, вы, наверное, промахнулись, он говорит, генерал, он говорит, нет, говорит, я никогда не промахивался, все, пошли. То есть это было испытание этого молодого человека, он как бы теперь доверился полностью ему, он может доверять этому человеку, с которым он хочет работать. Знаете, в нашей жизни иногда приходят испытания, знаете, Бог проводит нас через такие испытания, и я, слово, которое я хотел сегодня говорить, Бог, испытывающий нас, назвал это слово. Давайте мы прочитаем Иова, 7 глава, 17-18 стихи. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение, испытываешь его. Человек – это венец творения. Знаете, сегодня все обращают духовный мир на человека. Когда мы читаем первые страницы Бытье, как раз читаю Бытье, начал по-новому читать книгу Библию, И вот первое, когда Бог сотворил человека, Адама, Еву, и написано, что Он общался с ними, как это было происходило, это общение, много не описывает Слово Божие, но я думаю, что это было приятное общение. И тогда, когда уже много лет пройдет, когда они потеряют вот это общение с Богом, когда они не послушают Его, когда пришло вот это искушение от дьявола, они послушали другой голос, они, наверное, с болью вспоминали о своем непослушании, когда вот это пришло искушение, и они не остались верными Богу. Бог посещает человека. Знаете, есть в Америке такой фильм «Соприкосновение с ангелами», и много их, очень много вот этих фильмов, когда ангелы боролись за душу человека. Знаете, ангелы тьмы и ангелы света, когда на одной стороне стоит Бог, а на другой дьявол, и борьба за души. Знаете, и бывало, когда человек собственноручно избирал и шел за дьяволом, но были много моментов тогда, когда Бог спасал людей, когда все-таки человек на краю пропасти, он обращался, обращался к нему. Бог посещает, посещает, братья и сестры, молодых людей, детей, идет борьба за души детей, за молодежь, за средний возраст, за семьи, за старцев. И постоянно вот за души человека вот эта ведется борьба, и эта борьба сопровождается до кончины жизни. И даже тогда, когда человек уже переходит в вечность, дьявол искушает до последнего момента, приходят вот эти испытания. И поэтому, слава Богу, что у нас есть Тот, Который проводит нас этой долиной, которого мы любим, на Которого мы надеемся, через Которого мы проходим все искушения и входим в эту прекрасную вечность, Которую Бог приготовил для нас. Он посещает нас, Он наставляет нас, братья и сестры. Знаете, когда вот читаешь книгу Иова, знаете, здесь мы прочитали с вами, обращаешь на Него внимание. Действительно, братья и сестры, духовный мир обращает свое внимание на нас. И мы читаем, когда в Иова, 1 главе, 8 стиха, там такие слова сказаны. И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание, твое на раба моего Иова? Обратил ли ты внимание?» Бог обращает свое лицо на этого человека. Он знал его, Он создал его, Он знал его внутренность. И читаем мы дальше. «Ибо нет такого, как Он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющий от зла». И отвечал Сатана Господу и сказал, «А разве даром, богобоязненный Иов, не ты ли оградил его, кругом его, дом его и все, что у него, делая рук ты его, благословил?» Знаете, Сатана, он тоже следил за этим человеком. И он желал бы тоже, чтобы этот человек упал, как некогда согрешил Адам и Ева. Он нашел ключ к этому человеку. И к этому, он говорит, да это потому, что твоя рука над ним, твое благословение над ним. И тогда Бог допускает, братья и сестры, и Сатана приступает, чтобы испытать его. И мы знаем эту книгу благословенную, как этот человек, он остался верным Богу, хотя было очень тяжело пройти через эти все искушения и испытания, когда Бог на время затвернул от него лицо свое. И знаете, он не доверил дьяволу душу, говорит, сохрани его. И Бог смотрел. Смотрели силы зла. Что будет из этого? И знаете, когда читаешь последние главы, последние главы, когда Илеуй встал на место Бога, знаете, вот эти прекрасные главы, которые он говорил, и потом Бог начал говорить к Иову. И как приятно читать последнюю главу, что Бог благословил его, особо благословил за то, что в испытаниях он остался верным Богу. Братья и сестры, мир смотрит на нас духовный, не только люди окружающие духовный мир, и как важно нам остаться верным его. Знаете, много людей, которые проходили испытания, искушения в своей жизни. И вот по вторникам мы проходим несколько вечеров, мы говорили об Иезекии, о Манасии. Знаете, этот человек уповал на Господа. И когда мы читаем 2 Параминон, 32 глава, с 30-го, последнее полстишье и ниже, здесь написано, И действовал успешно, это говорит об Иезекии, во всяком деле своем, 31 стих, только при послах царя, царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставив его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Этот человек был благословенный, много сделал прекрасного, и перечисляется все это. Я смотрел и Исаия, и Параминонный царств об этом человеке. Знаете, и когда пришло время, он говорит, ты умрешь от болезни, который заболел. И он заплакал, заплакал, молился пред Богом, знаете, Бог исцелил его, и ему дал знамение. И говорит, какое знамение изберешь, чтобы тень, которая будет сейчас от солнца, сходить вниз или вверх по ступеням. Он говорит, легко сходить тень, как обычно, она будет потихоньку сходить. Но вот если она, то есть вернется, и он говорит, будет так, и так это знамение было. И написано, что тень спустилась по ступеням человека, который строил эти ступени. И знаете, он увидел это знамение. Бог продлил ему 15 лет жизни. И вот написано здесь, Бог один раз его оставил, братья и сестры. Оставил, чтобы посмотреть, как оставил Иова, знаете, когда дьявол приступил. А здесь мы читаем, один раз Бог оставил его, и что произошло? И произошло печальное событие. Бог продлил ему жизнь. Но конец, какой плачевный конец, братья и сестры. Бог дал ему знамение. И после этого момента, когда Бог его усцелил, он говорил, что он пойдет в дом Божий, он будет возвещать детям своим. Он будет прославлять Бога в песнях своих, в доме Господнем. Может быть, действительно были вот эти песни благодарственные. Он возвещал, может быть, детям своим. Но когда Бог его оставил, когда пришли вот эти послы из Вавилона, цари, И, знаете, он так был обрадован. Он все рассказал, все показал, то, что у него есть. Что? Он показал свой дворец. Он показал все свои оружейные комнаты, где его прекрасное оружие, эта комната была. Знаете, где его сокровища, где его в прекрасных сундуках лизало серебро, золото, драгоценные камни, благовонные масти. Знаете, он все, ну все рассказал, все, что у него было. Знаете, они пришли узнать об этом знамении. Но только вот это он, Господа, Господа, он ничего не сказал им о Господе. Того, по которой милости он жив, Бог продлил ему, он ничего не рассказал о Боге. Все сделал. Братья и сестры, не похожи на ли мы часто, когда нас даже по-простому спрашивают, как дела? Братья и сестры, я всегда отвечаю, слава Богу, говорю, хорошо. Слава Богу, всегда говорю. Я одного супервазера научил, говорю, когда спрашивают, говори, слава Богу. Когда я его спрашиваю, он говорит, слава Богу, хорошо. Знаете, говорить, ставить на первое место, слава Богу, благодарить его. Он даже ничего не сказал, когда они спрашивали какое-то знамение. Мог бы рассказать, как Бог продлил его жизнь. Вот это знамение, о чем они спрашивали. Он был так увлечен, так обрадован, что эти послы пришли. Но о Боге совершенно ничего не сказал, братья и сестры. Исайя, когда мы читаем... Нет, это не Исайя, братья и сестры. Знаете, ты взвешен на весах. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Братья и сестры, Бог взвешивает нас. Вот как этот царь, он оказался очень легким. И вот так и Исекия, он оказался очень легким. И когда мы читаем дальше, что Бог проявил вот эту милость о нем, это 2-й упомином 32-я глава, 25-м стихом. Но не воздал Исекия, за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. Не оказал то, что Бог сделал. Возгордилось сердце его. Ему пришлось, знаете, Богу смирять, испытать его еще раз. И потом только и весь Иерусалим склонится перед Богом, попросит прощения. Дальше мы читаем. Псалом 138, в Псалме, вообще этот прекрасный Псалом, знаете, я думаю, что вы его тоже любите, где говорится, что Бог тоже посещает человека. Говорится в 1-го стиха, «Господи, Ты испытал меня, и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, И все пути мои известны Тебе». Знаете, как хорошо и ясно дальше, но просто невозможно все прочитать. Знаете, и дальше просто говорится, сам этот человек, он говорит, «Испытай меня, Божие, в 23-м стихе, узнай сердце мое, испытай, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Сам автор этого Псалма говорит, чтобы он сам, Бог, испытал его и узнал его сердце, узнал помышление его, открыл внутренность, как и зеки, что же будет. И он говорит, «Когда будешь это делать, зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знаете, он как бы отдает себя в руки Бога, чтобы в этих испытаниях Бог сам направил на этот вечный путь, чтобы не оказаться ему в трудном обстоятельстве, как когда-то оказался Каин, когда мы читаем в Бытье, вот этой четвертой главе, когда они приносили с братом своим жертвы, и жертву Авеля, брата его, Бог принял, а жертву Каина не принял. И мы читаем, что поникло лицо его, и сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй». Вот этот путь, знаете, падения Авеля, Бог смотрит, Бог идет навстречу, чтобы как-то поддержать его. Ты господствуй, грех влечет тебя, господствуй над ним, знаете, но он не послушал, не послушал голос Бога. И когда совершил этот грех, он так просто, «Разве я сторож брату своему? Где этот Авель? Разве я сторож ему?» Знаете, пред лицом Бога, лгать ему, «Разве Бог не знает, где Авель?» Брата и сестры, это путь, он избрал сам. Бог предупреждал его в этом испытании, он пал, он ушел. И поэтому, Иов говорит, «Пусть взвесит меня на весах правды, Бог узнает мою непорочность, выйду, как золото, в другом месте говорится». Бог испытывает, как бы хотелось, чтобы внах, когда придут эти испытания, искушения, оказаться верными, как золото, братья и сестры. Я бы хотел, хотел, чтобы в этих искушениях и испытаниях мы остались Богу верным. Иова 31 глава 14 стихом написано, «То, что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, чтобы я отвечал Ему». Братья и сестры, знаете, когда человек, ну, когда его сердце чистое, как Иов, он требовал вот этого суда, он требовал, он хотел отстоять пути свои пред Богом, его лицо было поднято, и хотя, когда Бог предстал, когда Бог появил свое могущество, что он не обязан делать отчеты людям, но пока Бог проявил свою милость ему, Иов раскаялся, он понимал, что не так верно говорил о своих страданиях и печалях своих, чтобы мы могли ответить, братья и сестры, могли мы с поднятым лицом предстать пред Господом. Он учит нас, Он наставляет нас, Он испытывает нас. И опять же, этот человек мудрый говорит Иову, 33 глава 14 стихом, Бог говорит однажды, и если того не заметит, другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, если он вразумляется болезнью, или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, чтобы показать человеку прямой путь его. Вот для чего он делает, чтобы остановить, указать путь, путь спасения, братья и сестры, говорит ему ночью, вразумляет с нами, направляет Господь нас. Слава Богу за то, что он такой чуден, он не желает, чтобы кто погиб, братья и сестры, слава нашему Господу за то, что он у нас такой. Веремье мы читаем в 17 главе, 9 стихом, что сердце человека, Бог знает его, оно более всего крайне испорчено. Кто узнает его? Бог знает, поэтому и спешит на помощь к нам грешным людям. Он говорит в 10 стихе, «Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Вот Бог вникает, братья и сестры, во все наши дела, во всю нашу внутреннюю жизнь. Он желает нашего спасения. Бог знает, и Он спешит на помощь нам. Много таких мест, особенно в псалмах, где говорится в 7-м псалме 10 стихом, «Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытываешь сердца и утробы праведной Божии». Знаете, Он спешит к праведным, поддержать их, испытать сердце их, но и поддержать, братья и сестры. Бог не делает эти искушения, чтобы человек пал, а чтобы он стал богаче, духовнее, чтобы он устоял вот в этих испытаниях. И Бог проводит праведника, как Иова провел через эти испытания, чтобы мы, когда потом впадаем в эти искушения, у нас был вот этот пример, когда мы откроем вдруг Слово Божие, и вот этот Иов скажет нашему сердцу то, через что он прошел. И поэтому вот это Слово, оно тогда, знаете, возрождает нас, оно дает нам силу идти дальше. Знаете, когда мы читаем в Евреям, во 2 главе, 18 стихом, «Ибо как он, и как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Кто это, о ком говорится, братья и сестры? О нашем Господе! Он через все это прошел. Сколько его люди, фарисеи, священники, садукеи, искушай его! Знаете, он прошел через все эти искушения. Он до самой смерти остался верным Богу. Поэтому и нам, проходя в этих искушениях, в искушениях, он помогает. Он знает, как пройти это, потому что сам прошел прежде всего Псалом 10, 4 стихом, «Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зря, вежды, то есть веки, его испытывают, сынов человеческих». Испытывает Господь. Очи его зря, чтобы поддерживать праведников, которые обращаются к нему. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Испытывает праведника, ибо Господь праведен и любит правду. Лицо его видит праведника. Слава Богу за эти чудные утешения. Он видит и поддерживает. Ты испытал сердце мое, посетил меня, Псалом 16, 3 стихом, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. 4 стих. «В делах человеческих по словам уст твоих я охранял себя от притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих и не дай поликолебаться стопам моим». Он охранял себя, братья и сестры, этот человек. Он, знаете, испытывал свое сердце. Он не хотел, чтобы в жизни своей оскорбить Господа. Он охранял себя от притеснителя. «Утверди, говорит Богу, шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои». Как это важно, как это хорошо, когда мы в этих испытаниях побеждаем. Не то, что мы такие сильные, но когда доверяем себя Богу и Бог проходит нас через эти искушения. А, знаете, много людей проходили через искушения. Написано, что Слово Божие испытало Иосифа в железо вошла душа Его. Он оказался верным. Хотелось бы, чтобы вот это слово, которое сегодня я читаю, оно помогло нам. Знаете, Бог посылает на каждый день свою благодать. Когда мы молимся утром и когда читаем это слово, знаете, Бог запечатлевает его, чтобы нам пройти этот день, побороть всякое искушение. Пусть Господь поможет нам, чтобы в нашей жизни Ты испытал сердце мое, посетил меня, искусил меня и ничего не нашел. Как хотелось, чтобы наше сердце было чистым, искренним пред Богом, потому что Бог с искренним поступает искренно, с лукавым по лукавству Ему. Поможет нам, проходя эти искушения, остаться верным, как многие, которые прошли перед нами, как этот молодой человек, перед которым стоял вот этот генерал с пистолетом, остался верным в этом искушении. Пусть Бог поможет вам и мне пройти эти искушения с радостью и с победой. А имя Господа да будет прославлено. Аминь. Помолимся. Спасибо.